1 февраля в Самаре был побит абсолютный рекорд температуры воздуха для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, в этот день термометр показывал 2,6 градуса. Прежний рекорд, 0,8 градуса, продержался с 1955 года. Вместе с температурной аномалией в город пришли снегопады, которые завалили крыши и дороги. По поручению главы Самары Олега Фурсова, коммунальные службы работают в две смены. На оперативном совещании в понедельник он поставил задачу максимально задействовать все сформированные и обученные еще осенью бригады. Контроль возложен на директоров управляющих компаний. Попрошу выйти на те цифры, которые вы докладывали в сентябре, о том, сколько у нас скомплектованы на зиму бригад по очистке крови. Особо обратить внимание Самарский район, Куйбышевский район, Промышленный, Октябрьский, Кировский и Красноглинский. За минувшие выходные от снега было очищено 577 крыш, еще 390 в понедельник. Все силы брошены на уборку и сегодня. Опасные зоны, места, где скатные кровли выходят на пешеходные зоны, коммунальные службы ограждают предупреждающими лентами. Более того, коммунальные службы печатают на счетах за ШГХ предупреждение об опасности прогулок вблизи скатных крыш. Во вторник погода подкинула новые сюрпризы. Снегопад только усилился, да еще и дополнился туманом. Такая погода с оттепелями, снегопадами и туманами похлеще этого продлится примерно до середины февраля. Аномально, конечно, но раз в полвека бывает. Жителей города администрация просит проявлять осторожность, потому что все это время будет идти массовая очистка крыш от снега. Водителей просят не бросать машины на дорогах, потому что это мешает уборке снега. Андрей Трой, Сергей Баскин, События.